евангелие прошлого воскресенья какое евангелие прошлого воскресенья о чем было ну кто скажет вы молились что воскресенье или нет а евангелие читаете о чем было евангелие но хоть кто-нибудь евангелие то такое которое хорошо может запомнить но два человека было одного имени нет а у другого имя есть а богачей лазаря просто воскресенье было как же так вы запоминайте евангелие и я вам просто это не советую а как сказать говорю твердо прийдя домой сегодня сегодняшний евангелие апостольского правила обязательно еще раз прочитайте толкование на его дома прочитайте то есть и есть им побеседуйте дома как это есть ну так были на свою евангелие не знаем о чем было в школу ходила пришла чё дать ничего как я идут со школ у нас ученики спрашивают школе был да но что учились за учились а что сегодня вы чему научились да говорит все каждый день одно и то есть каждый день одно и то же вроде бы там пристает учительница вот так то выучи это зачем мне это вроде бы и нужно то нужно это тем более нам христианам нужно это ибо еще пророк давид как сказал о слове божьем слово твоей что светильник ноге моей то есть в полной темноте попробуй пройди где-то начнете обязательно и знакомой даже комнатой то наткнешься на что-то обязательно вот то есть это светильник должен всегда а чтобы он освещал всегда должен всегда быть светильник этот заряжен фонарик села батарейка и все и ничего нет не заменил батарейку или там аккумулятор раньше не зарядил все всегда должно быть освещать наш путь и вот он говорит так значит назад нельзя здесь и там наслаждаться покоем для того история божественного писания наполнена множеством таких примеров и представляет представляет нам злостраждущими и праведных и порочных чтобы праведник ли кто или грешник имеет такую такие примеры переносил несчастье великодушно но она представляет тебе грешников не только страждущих но и благоденствующих для того чтобы ты не возмущался их счастьем узнав и случившегося с этим богачом какой после ожидает их огонь если они не исправятся ну тогда что вот вы говорите там в надо там жить а вот он живет так посмотри у него что какие там и виллы и дачи и яхты есть все но а дальше то что а дальше умирает этот человек уже в печати в средствах массовой информации что идут суды любовницы жены не одна жены делят теперь его наследство вот и все что осталось у него с собой ничего не унес ничего не мог взять с собой а теперь они делят наследство а ведь вот мог бы тот человек при жизни распределить все чтобы придя там он получил бы с процентами у господа получил бы там и так нельзя скажешь и здесь и там наслаждаться благами покоем нельзя поэтому праведники проводили здесь многотрудную жизнь и вообще желающими угадать богу и быть добродетельным и чистым совершенно необходимо вести жизнь не спокойную приятную и беспечную но прискорбную и исполненную многих трудов и подвигов ибо никто говорит апостол не увенчивается если незаконно будет подвязаться как незаконно подвязаться да господи я храм хожу молитвы дома утренний вечерний читаю даже даже бывает и полностью когда прочитаю и храм хожу и даже исповедуете причины как это незаконно незаконно может оказаться это подвязались это только будет так для приличия нет всего сердца если ты полностью себя этому не отдаешь а господу половинчатая вера не нужна и половинчатая наше служение господу и кому-то еще нет она и мире всем точно так двум господам горит служить невозможно в другом месте говорит все подвижники по 2 вместе говорит все подвижники воздерживается от всего 1 коринфянам 9 глава и от слова и от взгляда и от звука постыдно возрословие от хуления и от стромословия мы подвижники пошли значит за христом воины христов а в другом беседе действительно за то что говорит что христианин должен из мира выделяться во всем во всем в разговоре в одежде даже говорит во взгляде глаз как посмотрел и здесь он должен являться она сегодня не узнаешь ну можно некоторые христиан узнать но не православных я скажу был я в греции когда и мы поздно были ночью с мариной стоим там ждем автобуса долго нет а надо еще пересадка пересадка ехать на другой конец города ездили и вдруг подходят смотрю женщины подходят подходит на остановку марина мне кажется это то баптистки подходит да и говорит вот баптистки дом здесь недалеко они ничего не говорили но я даже по виду узнал что это не простые видать это баптисты переехавшие с россии и как они все в платочках как у них подвязано так как бы у них уже так как у нас так у них по-другому платок подвязывать но все одинаково всех длинных юбочках платья длинных никого нет в брюках там или прочее а мы христианки христианки надеваем идем да как узнать ты если люди не узнают даже что ты христианка или христианин как бог то узнает от слова и от взгляда и от звука постыдное злословие от хуления и от срамословия колоссий антрите глава отовсюду мы научаемся что если не постигнет нас искушение извне то мы сами должны каждый день упражнять себя постом суровой жизнью скудной пищей простой трапезой избегая роскоши во всем ибо иначе нельзя угодить богу что это а что разве нельзя смеяться можно смеяться но не будем забывать что глупый в смехе возвышает голос свой смотришь в автобус на другом конце и слой как гогочут что обратить внимание на себя вот какие мы вроде веселые а выйдут с автобуса немного времени уже плачут никто не говори мне этих пустых слов будто такой-то наслаждается и здешними и тамошними благами это не может быть с людьми живущими в богатстве веселье во грехах но а поражаемых бедствиями и скорбями можно сказать что они наслаждаются и здешними и тамошними благами тамошними получая награду а здешними питаясь надеждой тех благ и не чувства настоящих бедствий от ожидания будущих благ аминь аминь слава тебе боже слава тебе